Комфортная еда, комфортная музыка, комфортные плейлисты, комфортная одежда, комфортный контент, комфортное время года, комфортная квартира, комфортные изображения, видео, там всякие. Комфортный контент. Comfort pleasure. Всем привет! Вы слушаете подкасты с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Всем приветики. И Илья. Привет. Партнер этого выпуска – Клуб Приключений. Ну что, коллеги, очередной выпуск уже не про изменения, да, новенькая, новая страница в нашей биографии. Вот какая тема возникла у меня в голове сегодня. Значит, на выходных я решила, что не буду ничего делать, как обычно. И почему бы вот в восьмой раз не пересмотреть «Игру престолов»? Дарья, как вас по-батюшке? Викторовна. Вы не поверите, Дарья Викторовна, мы решили тоже пересмотреть «Игру престолов», не сговариваясь. Какой-то вайб пошел, походу, да, престольный. Потому что зима близко, вот, наверное, поэтому. У тебя тоже, да, какая-то ассоциация с зимой есть? Потому что я вот… Почему я вообще решила ее пересмотреть? Есть две причины. Первая – это отсутствие контента нового. А вторая – это то, что хотелось какого-то такого расслабленного, спокойного, очень вечера, очень уютного. Чтобы мне ничто не давило, ничто не напрягало. Да, «Игра престолов» – идеальный выбор для того, чтобы успокоиться, расслабиться, посмотреть на грудь. Такое вот приятное, мягкое, такое вот обволакивающее. Я такая села и такая, «Алиса, включи «Игру престолов». И сейчас у вас, дорогие слушатели, должна включиться «Игра престолов». Ну вот, и отсутствие контента, да, понимаете, вот у этой барышни прекрасной, вот, которая имя я сейчас произнесла, значит, не так уж много новых фильмов и сериалов выходит. Ну, мне кажется, все-таки можно накопать, что, конечно, каждый месяц что-то интересное выходит, но не факт, что оно будет с тобой так клево резонировать. Так коррелировать, да? Вот так резонировать, действительно. Было бы классно, если бы весь оставшийся выпуск звучал бы так, просто 40 минут. Перепишем или оставим? Я думаю, почему бы не оставить? В общем, вы поняли, да, вот это резонирование не произошло. И копать вообще, у меня нет времени, моя жизнь слишком короткая, слишком много важных дел, чтобы что-то там копать. Поэтому вот то, что ближе, то и включаю. Хотя по этой логике я должна смотреть вообще всякий ширпотреб, но нет. Я вообще хотела, затронула тему повторяющегося контента, не просто так, потому что тема нашего сегодняшнего выпуска – это комфортный контент. И тут я, пожалуй, перехвачу. Мне вообще кажется, что понятие всего комфортного придумали зумеры. Почему? Объясняю. Вот типа сейчас этого, во-первых, очень много. У этого есть даже определенный сленг. То есть человека, с которым тебе хорошо и приятно, зумеры придумали называть комфортик. Я первый раз об этом слышу. Комфортная еда, комфортная музыка, комфортные плейлисты, комфортная одежда, комфортный контент, комфортное время года, комфортная квартира, комфортные изображения, видео там всякие. И мне кажется, что в этом смысле миллениалы придумали это как факт. То есть, например, вы там придумали пинтерест. Но то, что это комфортно, придумали зумеры. То есть, мне кажется, это какая-то такая первобытная потребность окружать себя всякими приятными вещами, с которыми тебе тепло и хорошо. А под вещами я подразумеваю не только там вещи, которые мы носим, но и разные атрибуты, в том числе и контент. Это очень важно. Особенно это важно на волне невроза, который вот несколько лет назад захлестнул весь мир. А какой невроз у зумеров? В смысле, это прям вопрос, какой невроз? Остаться без комфорта. Невроз зумеров в том, что происходит. То есть, я не раз говорила, что... В мире всякого плохого происходит, что ты не можешь вот этот вот digital detox, о котором говорят все вокруг. Это всё равно немного несбыточная штука, как мне кажется, потому что невозможно просто взять и отключиться от всего. Особенно, когда у тебя есть привычка к тому, чтобы думскролить, что-то там смотреть, что-то проверять. И комфортный контент в этом смысле, это что-то такое ламповое. У кого-то это десятый раз, прости господи, пересмотр Игры Престолов. Я и первый-то не смогла. Я и первый просто не осилила, потому что... Если бы ты осилила, ты бы захотела пересмотреть. А ты ведёшь какой-то дневник вампира по просмотру Игры Престолов? Нет, на скидку, на скидку. Я бы хотел что-то на этот счёт сказать. Насчёт комфортного контента. У меня вот в этом плане есть, наверное, guilty pleasure скорее. Но для меня это comfort pleasure. Короче, я не знаю, можете говорить про меня всякие гадости после того, что я сейчас скажу? Обязательно. Российские сериалы? Нет, нет. Я до такого не спаду. О, я очень люблю некоторые. О, сейчас только что пласт аудитории на пару миллионов. Ну почему нет? Пищеблог классный первый сезон был, второй нет. Говно. Да, но суть в том, что... Короче, мне нравится смотреть фильмы, снятые в кинотеатрах. О! Я не знаю, что со мной не так. Я знаю. Не в смысле, что с тобой не так. А я знаю, почему. У меня есть догадка, предположения. Давай, мне тоже интересно. По этой же причине, например, вот знаете, у одного известного интервьюера недавно вышло интервью, собственно, с такой семьёй, скажем так. С семьёйки Адамс. С семьёй, да? С четой, я бы даже сказала. Я бы даже сказала. Нравится ли вам цыгане, да? Составьте из этого ребуса, соберите это всё в один большой маленький пазл. Короче, да. Одну большую отсылку. И вот я о чём хочу сказать. О том, что я посмотрела, во-первых, это интервью и собираюсь... Я досмотрела до конца, от начала до конца, за один раз, и собираюсь это внести в своё резюме как определённый подвиг. Я надеюсь, что меня наградят за это. Обзор на это интервью ещё надо сделать. Да, потом я смотрела стрим чувака, который смотрит это интервью. То есть, чтобы вы понимали, в совокупности три часа идёт интервью само, стрим длился, ну, там, с донатами, со всей, короче, фигнёй. С рекламой. Он уходил что-то там пить чай, вот это вот всё. Ну, часов, наверное, пять-шесть. Даже нет, даже нет, 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 нет. Там, короче, стрим был разбит на три части, каждую по три часа. Вау. Девять часов. Я посмотрела, они, конечно, не всё сразу подряд. Но это прекрасно, ощущение того, что ты не одинок. Ты не один, да, да. Как будто бы кто-то есть ещё в помещении, то есть, есть какой-то чел, который тоже кринжует. Если вы мысли не кто-то кринжует. Просто открываешь комментарии, чтобы найти, совпадают ли твои мысли с аудиторией. Да, и особенно прекрасно, когда человек не может прямо сказать, да, на некоторые вещи, которые они говорят. И жонглирование словами, это вербальное просто фехтование, это отдельный вид какого-то, знаете, такого... Комфортного контента. Держа удовольствия и комфортного контента. Это вот одна из гипотез, почему, как мне кажется, тебе нравится смотреть. Прикольно. Я даже об этом не думал. Ну, короче, да, в общем, когда... Причём ещё более... Просто кинокритики меня просто разнесут в пух и прах. Ну, правда, мне почему-то это нравится. Я нахожу в этом какое-то время... Так это воэризм, получается. В общем, штука в том, что мне даже на маленьких экранах нравится смотреть кино. То есть я понимаю, что это вообще суперничтожное потребление контента. Так нельзя делать. Кино делается, там, не знаю, какие-нибудь массовые штуки, там, опенгеймер, да, там, ну, в общем... Подожди, а я, извините, вот через такой, как бы, уточняющий вопрос, корректирующий. Я правильно понимаю, что тебе нравится смотреть на каком-нибудь там... Смартфоне, условно. Да, или смартфоне запись фильма, идущего в кинотеатре? Всё верно, да. Всё верно. То есть это пиратский контент, по большому счёту. Это прямо, я бы сказала, пиратство на пиратство, я бы даже сказала. Вообще, да, как это, иголка в яйце и вот это всё. Короче, я не понимаю, почему это происходит. То есть я как будто бы понимаю, что это всё незаконно, но в то же время... Серьёзно, ты об этом думаешь? То есть, ребят, ты смотришь и такой... Да, незаконно так портить фильмы. В США меня бы повязали прямо сейчас. Да, и ещё самое очень плохое, то, что эти фильмы ужасно озвучивают. Это как смотреть порно со звуком, да? Ну, да, типа того. Подождите, прости, пожалуйста, Илья порно без звука смотрит? Ну, обычно, если ты смотришь порно там, где может кто-то подглядеть в твой телефон, ты хотя бы наушники надеваешь. А тут как бы типа, смотрите, я смотрю порно. Нет, я в смысле, типа, зачем смотреть порно? Нет, подожди, зачем смотреть порно? Типа, ты просто смотришь порно, при этом, типа, ничего не делая, ты просто смотришь порно. Там, где кто-то может увидеть, что ты смотришь порно? Да, ты удивишься, но такие люди тоже бывают, которые любят просто смотреть и любят быть застуканными. Но это разговор для другого подкаста. Ладно, окей, простите. Можете это вырезать, например, если хотите, мне просто было интересно. Нет, я думаю, это достаточно комфортный контент. Да, и как я для себя нашёл ответ на этот вопрос, почему мне это нравится? Дело в том, что раньше была культура ВХС. То есть все фильмы, которые мы с вами смотрели после слома стены, которая была в «Игоре престолов», естественно. Простите, что проспойлерил. Берлинская. Да, они были переведены любителями, которые переводили буквально на ходу. Они просто слышали. И буквально как хотят. Да, и было большое отставание, да, то есть фразу начал персонаж. Как поняли, так и перевели. В общем, да, и всякие там Михалёв, Володарский и так далее, вот эти вот все ребята. Они мне очень нравятся. Я люблю возвращаться в 90-е и 80-е и смотреть переводы с этими ребятами. И, видимо, это такое некое продолжение вот этих вот переводов. Мне сейчас просто стало интересно, как именно Илюша возвращается в 90-е и 80-е. Но продолжая твою мысль, вот ты про перевод сказал, пока не ушли далеко, я не забыла. И знаете, вот у меня тоже есть guilty pleasure. Вот смотришь фильм, у него есть дубляж, да, допустим, сериал какой-нибудь. И вот он продублировал несколько студий. Вот ты смотришь, смотришь, и внезапно перевод пропадает. И ты слушаешь оригинальную дорожку, и Никита всегда рядом такой, что происходит? Почему? Где? А я такая... Это вообще офигенно на самом деле, потому что я так делаю часто, когда какая-то сильная эмоция у актёра. Я смотрю, насколько вот я недавно смотрела фильм «Другие» с Николь Кидман, молодой, пересматривала его. И я увидела, ну, дублированную дорожку, понятно, это перевели на русский. Я потом решила перевести на английский, потому что мне реально было интересно, как она в оригинале-то сыграла. И это в разы, в миллионы раз лучше. Ну, это вот этот клуб людей, любящих оригинальную дорожку. И ещё по поводу ВХС, типа, хочу сказать, что у меня в детстве была кассета «Короля льва», которую я пересматривала каждый день, я говорила об этом уже в подкасте, или я скажу тебе, мало ли ты не знаешь. Мне было 4 года, я буквально просыпалась. Я просыпалась, я хотела быть Симбой, я буквально просыпалась, включала «Короля льва» на видике, и до вечера, пока не пришли бабушка с дедушкой, я смотрела «Короля льва» подряд, несколько раз, каждый день, и каждый раз плакала, когда убивали Муфасу. Так вот, в чём суть? Я тут с тобой полностью согласна, я считаю, что это определённая такая ламповая штука, которую у нас никто не отнимет, слава богу, потому что, когда я смотрю «Короля льва», я всегда смотрю перевод Гаврилова, который был много лет назад, который тоже, он ещё и выглядел стрёмно, то есть там цвета другие, совсем всё другое, какие-то помехи от видика как будто бы есть. Это совершенно другое ощущение. А ещё в начале фильма всегда была компания-дистрибьютор этой кассеты, то есть она появлялась на таком ядовито-синем фоне, с жёлтыми буквами прям, и так появлялась, так бам, а потом только идёт. Кстати, по поводу фильма, который кто-то показывал в кинотеатре, а кто-то очень умелый записал это, у меня здесь, наоборот, зона дикого дискомфорта, потому что, когда мы, допустим, хотим посмотреть какой-то пиратский фильм, и Никита тестирует озвучку и спрашивает мой фидбэк, я всегда могу с точностью до 99,9% сказать, что эта херня просто списана с кинотеатра. Шит-контрол у тебя работает такой. То есть я прям слышу вот этот звук, он такой, как ты это понимаешь? Я вот, понимаете, я прям попадаю в какое-то погружение дикое, где я слышу вот этот сквозняк в кинотеатре, где слышу, как кто-то жуёт попкорн, где слышу, как будто вот этот звук, он, ну, он со стороны, когда ты подслушиваешь, и я прям сразу, и мне прям дико некомфортно, я не знаю, как ты вообще это терпишь и ещё и любишь, записываешь свои guilty pleasure. Как только я слышу, что озвучка из кинотеатра, вот этот характерный шум, на меня вырубает вообще. Это же было прикольно. Я вот не застала прямо кассеты, в меньшей степени застала, это какие-то мультики были, но потом была же целая эра, когда тебе купили DVD-плеер и вот эти вот, знаете, диски, которые там 656 фильмов на одном диске. Да. И они все были в ущербном качестве. И это первое, да, то есть первое, с чем ты мог вообще ознакомиться, это вот такой контент. Более того, я однажды лежал в больнице, у меня, ну, не было ничего такого, чтобы с собой взять какого-то цифрового устройства. Да, какого-то телевизора. У меня был плеер маленький, тогда были, в общем-то, MP3-плееры, это была большая мода, на которой можно было загрузить какой-то, ну, визуал, типа там небольшой экран, да. И поскольку памяти там было недостаточно, я решил, ну, раз уж я владею звуком, я могу просто взять аудио из видео. И озвучить сам. И просто закинуть аудиодорожку фильма. И я таким образом слушал фильм 1408 в как раз-таки плохом качестве, вот который с кинотеатра. Я просто слушал его, и как раз-таки это как будто бы... Миниалы придумали подкасты. Да, да, то есть это как будто бы начало такое зарождения аудиовизуального... А теперь, дорогие слушатели, если вы вдруг попали в больницу или куда-то еще, где вы отдыхаете, и у вас нету возможности смотреть видео, вы можете слушать подкасты с мы, потому что это то же самое, что фильм посмотреть, только послушать. Можно, да, можно, можно. Клокосная идея вообще. Но это же другое совсем. Это же ламповое, это комфортный контент, он всегда, знаете, чем-то ущербен. Ну, вот хорошо, интересно. Вот у меня совершенно другое представление о комфорте получается, потому что одно дело стилизация под 80-е и 90-е, что круто, да, или другое дело вот эта ностальгия почему-то другому, но у меня как раз-таки комфорт очень сильно ассоциируется с комфортом. То есть комфортный контент – это тот, который прежде всего комфортно смотреть. То есть если я смотрю фильм, который там какой-то контрабандой был доставлен на мой компухтер, да, вот, вот, и вот эти волшебники все там все это сделали так, чтобы я это видела. Я хочу смотреть и не испытывать, ну, не то чтобы кринж – это не то, а вот именно вот это чувство, что где-то колет, где-то давит, где-то жмет. И вот я это испытываю, когда смотрю фильмы, записанные из кинотеатра. Я сразу вообще дико против всего этого. Мне кажется, что комфортный контент, он поэтому и комфортный, потому что всем комфортны разные вещи. Ну, типа, есть определенная группа, как мы с Ильей сейчас внезапно обнаружили. Не, я тоже люблю 80-е, 90-е, все вот эти вот старые штучки, да. Но одно дело старые, ты понимаешь, что это уже какая-то аналоговая история, это что-то, что там с историческим бэкграундом. Книжки тоже, да, ну, можно не книжки читать, можно вон какие-нибудь эти купить. Это как стремная музыка нулевых, знаете, вот. Вы понимаете, что она сама по себе стремная, но когда вы ее слушаете, вас возвращает как-то чувствительно вот в то время. Да, это да, ностальгия. Ну да, но я не отрицаю, что я не люблю смотреть фильмы в кинотеатрах или не люблю смотреть это на каком-то большом классном мониторе или телевизоре в хорошем качестве. Я на самом деле очень сильно гонюсь за качеством и трачу иногда сутки, чтобы скачать Blu-ray, там, 100 гигабайт фильм, чтобы там потратить полтора часа времени. Но вот когда у меня какой-то стресс, вот то, что, Диан, ты говорила про зумеров, которые как бы придумали вот этот комфорт, чтобы убежать от стресса. Мне кажется, когда вот стресс, я как будто бы на подсознании. Оба, все, мне нужно посмотреть фильм в плохом качестве. И, кстати, у многих режиссеров есть такая практика смотреть плохие фильмы с плохим рейтингом, чтобы знать, как не снимать. Это прикольно, потому что ты смотришь приемы, которые лучше не использовать, и ты сразу видишь, что это не работает, и можно придумать что-то другое. А иногда, пожалуйста, это настолько плохо, что аж хорошо, фильм комната. Да, вот я только хотела сказать про то, что так плохо, что так хорошо. Это действительно отдельная, на мой взгляд, категория комфортного контента, и особенно ее любят молодое поколение. Мне на ум пришла песня великолепная. Она называется «Пока жарился хряк». Если вы знаете, я, к сожалению, забыла исполнителя, но это легендарная песня, в которой примерно вот следующие слова. «Пока жарился хряк». И там какой-то контент происходит, у них какое-то действие, какой-то сюжет есть. Загуглите «Пока жарился хряк», я хочу вспомнить, кто поет. И вот это настолько плохо, что когда ты слушаешь это, ты восхищаешься тем, как кто-то сумел создать что-то настолько отвратительное, что ты слушаешь это и думаешь, это гениально. Я вижу отвратительную картинку действительно запеченной свиньи. Скажи мне, кто поет. Александр Лаэрцкий. Лаэрцкий, да. Да, Лаэрцкий. Александр Лаэрцкий. Совершенно верно. Великолепная композиция. «Пока жарился хряк», всем рекомендую послушать. 15-секундный отрывок можно вставить на аудро. Вот. Замечательная песня. Она ужасно, ужасно замечательная, я вот так скажу. Это как то же самое, как посмотреть выпуск интервью с вот этой семьей, да? Это примерно про это. Знаете, что еще мне нравится смотреть? Это вот, Илья, скорее к тому, что ты сказал про режиссеров, которые смотрят плохие фильмы. По этой причине я безумно люблю «Беременную в 16». Ну, это отдельный фильм. Потому что это параллель примерно та же. То есть чуваки смотрят, как не надо снимать. А я смотрю, каждый раз, когда я думаю, да, каждый раз, когда я думаю, блин, у меня 24, я еще не в списке Forbes, да, как все. Ты еще не беременна. Типа я еще не, ну, по этому поводу я сильно не сокрушаюсь. Но вот я думаю, блин, ну что-то как-то вот, ну, можно было бы лучше, что-то как-то... А потом я смотрю выпуск, потрясающе, где девушка с 17 или 18 лет говорит, что... Там еще, знаете, вот вы смотрели, да, по-любому беременную? Не смотрела беременную, что-то Даша. Я не люблю маргинальщину. Я не знала, что мы... Это не маргинальщина. Маргинальщина лютая. Это не маргинальщина, это постирония, типа это уже прикольно. То есть это, опять же, категория контента, которая настолько всрат, что прикольная. Но это уже какая-то красота в глазах смотрящего, получается. Одно дело, что ты... Ну да, конечно, естественно. Одно дело, когда ты смотришь российский сериал «На серьезных щах», а другое дело, когда ты смотришь на вот этот вот сюжет, Ефросинья покидает свою эту деревню старые щи просто. Куда-нибудь в Москву приезжает с этим баулом, вот этим вот таким вот к желью платком и такая, типа, господи, я забыла дяде Матвею сделать укол. Тут сразу какой-то миллиардер из Москвы встречает ее на вокзале и такая, Ефросинья, вы что тут делаете? Пойдемте в мой особняк. Я миллиардер, я не хочу с вами спать. Я просто хочу обеспечивать всю вашу жизнь. И, типа, понятно, что ты смотришь это не как сериал на Нетфликсе, типа, ты смотришь это, потому что это такой родной кринж, типа. И вот когда я смотрю «Беременна в 16» и вижу выпуск, после того, как я там сокрушалась весь день о том, что я, наверное, не классный специалист или, может, что-то делаю не так. Неудачно с одним словом. Ну да, да. Некий лузер. Я включаю этот выпуск, и там девушка говорит 18-летняя, 17-летняя, что как хорошо, что я забеременела. Мы с Серёжей будем проводить время вместе. А ещё я, наконец-то, могу есть мои любимые сухарики с красной икрой. Теперь я беременна, и он будет меня радовать. И она вот это вот, знаете, подкидывает пачки чипсов, типа, воздух. Это продакт-плейсмент. Я, наконец-то, если бы. Я, наконец-то, теперь могу есть временную еду, ведь я беременна. Давайте такое мероприятие. Да, восхитительное. Главное, чтобы ты играл, играл главную роль. Я смогу, да. Ещё есть такой контент, мне очень нравится, на Ютьюбе прям кто-то делает. Борис Корчевников говорит и делает сумасшедшие вещи на протяжении двух минут. И у него есть какая-то передача, я её никогда не смотрел. Средства я вели. Борис Корчевников. Там какая-то передача, где он тоже вот про семейное что-то такое говорит. Это что-то типа про Россию, на Россию 24. На Россию 24, что-то типа того. И, короче, он просто как бы, у него начало передачи его начинается с того, что он идёт по коридору и говорит сюжетные какие-то штуки там типа «Твоя нога не совсем корректна по моему стандарту». И всё. И как бы начинал передача. Это восхитительно. Я не знаю, что это, но вот он на протяжении трёх минут говорит странные сумасшедшие вещи. Знаете, мне кажется, есть потребность, сейчас она появилась во мне, чтобы вы подобрали мне, собрали подборку вот этого комфортного контента, потому что кажется, что я очень ограничена. И весь мой выход из зоны комфорта это посмотреть, пересмотреть «Игру престолов» на языке оригинала, а не только с дубляжом. Ну вот, кстати, я хочу вернуться к твоему тезису насчёт того, что как бы всё очень хорошо проверено, и ты знаешь, к чему вернуться. Да, давай вернёмся. Конечно, к «Игре престолов». В общем... Или к Гарри Поттеру. Или к «Сумеркам». Или к «Сумеркам». К «Сумеркам», да. То, что мне интересно теперь... Короче, оно уже постепенно уходит на второй план, потому что я уже посмотрел всё это, я знаю, чем там всё закончится, какие персонажи там умрут или будут жить, или что они сделают. И, короче, я перешёл на новую стадию. Я теперь смотрю фильмы, которые ниже «Семёрки», то есть там 6, 5, 6, потом 5, 9. И я оцениваю это. То есть как вообще такое могли снять? И это как раз-таки не из той сферы, когда режиссёр смотрит какой-то плохой фильм, а люди работали, старались и вкладывались. Но почему-то фильм не сработал. Вот такое бывает. И правда, иногда ты откапываешь такой алмаз, ну, что это незаслуженный рейтинг. Да, недавно вот я смотрела такой фильм «Что-то не так с Кевином», например. Классный фильм, у которого низкий рейтинг. В главной роли Тильда Суинтон и Эзра Миллер. Он прикольный, но у него супернизкий рейтинг. Да, вот ты сейчас назвала очень хороший касс, но при этом низкий рейтинг. Почему? Вы знаете, мы живём в такое удивительное время, когда, вот сейчас немножко философии, когда, кажется, какие-то привычные концепты, социальные конструкты, не просто предаются критике, они как-то вот по-особенному, по-экзистенциальному обесцениваются. Я себя ловлю периодически на, знаете, таких очень интересных заигрываниях со смыслом жизни. Прежде всего, я считаю, что смысла в жизни нет и руководствуюсь этим. Но вот ты сказал, что ты смотришь вот это, смотришь вот это. И в этом есть некий исследовательский вайб. И вот Никита мне иногда говорит, Даш, ну вот ты такой креативный человек, для этого его мозга просто необходимо получать что-то новое, чтобы он рос, развивался, чтобы появлялись новые нейронные связи. И я с этим абсолютно согласна. Это такая какая-то примитивная логика, которая действительно работает всегда. Ну, твой мозг голодает. Да, мой мозг голодает по каким-то впечатлениям. Но я иногда сижу и думаю, а нахрена, а зачем? А не переоценено ли? Нет, потому что... Потребление контента. Потому что прикол в том, что ты перевариваешь этот контент. Я вот типа обратила внимание, что я смотрю не только то, что мне нравится, да, объективно. Если вы уже разочаровались и выключили выпуск давно. Честно, это интервью не может понравиться здравомыслящему человеку. Ну, правда. Это всё про своё. Но в любом случае я стараюсь смотреть и слушать разное, даже то, что мне не особо нравится, потому что это у тебя как бы откладывается в бэкграунд, и потом ты это можешь вклинить в качестве какого-то гипертекста классного. И это конвенционально правильно. Это замечательно. Потому что, ну, вот давайте вот прям вот совсем, да, по верхам пойдём. Прям совсем по-очевидному. Полезно заниматься спортом, потому что чем больше движения, тем больше жизни. И как там, по-латыни не смогла, по-русски скажу, в зоровом теле зоровый дух, да. И полезную еду кушать правильно, да, потому что можно кучу аргументов. А я вот замечаю, что с возрастом я начинаю ставить под сомнение вот эти вот, казалось бы, очевидные и объективные вещи, да, что потреблять много нового – это классно. Я себе спрашиваю, а вот если я вдруг просто возьму и ограничу свой мозг в новом, что он будет делать? Как он будет вести? Как долго он сможет страдать и корчится от отсутствия нового? И когда он начнёт из имеющегося создавать, потому что у него нет опции, а не создавать, это важно. И вот я иногда себе задаю эти вопросы. А не переоцениваем ли мы важность, там, не знаю, регулярного, качественного секса? А не переоцениваем ли мы тот факт, что мы все должны, там, питаться по окупе с катарелки? А не переоцениваем ли мы тот факт, что наш мозг, ему нужны впечатления? Почему? А что если нет? И вот я такая, а вот если мы пересмотрим «Игру престолов» в восьмой раз, сможем ли мы найти там что-то новое? Или мы тварь дрожащая, да? Вот. И удивительным образом, каждый раз, проходя по этому тому же пути, я нахожу какие-то новые детали, которые я не заметила в первый раз. Это правда. Я думаю, может быть, это моя иллюзия, и я просто так искусно оправдываю свою лень и отсутствие интереса к жизни. Подожди, тут же дело в качестве продукта. Ну, то есть вы берёте продукт, который изначально сделан офигенно, просто офигенно. Это было глупо переслушивать покажем сахаряк в 18 раз. Подожди, типа прикол в том, что как раз-таки твой мозг может зацепиться за множество новых деталей, потому что это изначально офигенный продукт. Если ты будешь пересматривать американский пирог просто до бесконечности в 8 раз, то как бы сумерки – это настолько плохо, что хорошо, в этом и прикол. То есть это уже немножечко про какую-то мета-пост-иронию, где ты просто смотришь на какое-то полотно, которое ничего не значит, но только из-за того, что у тебя где-то есть какой-то ассоциативный ряд, ты можешь в этом увидеть что-то прикольное. Суть в том, что это не с точки зрения, знаешь, вот я говорю, правильности или хорошо, вот твой мозг должен так думать. Это просто с точки зрения того, что когда мы говорим о заранее качественных вещах, которые ты пересматриваешь, или о вещах, которые тебя не интеллектуально развивают, но душевно, например, да? То есть это же очень важно. Душа должна трудиться. Это развивает твой эмоциональный интеллект. А всегда ли комфортный контент должен быть развивающим и новым? Он вообще не должен быть никаким. И мне это нравится. Понимаете, мне нравится, что вот есть какие-то вещи важные в жизни, и ты такая, а я выбираю так не делать. В этом и суть комфортного контента, что он именно комфортный, и всё, он не должен быть развивающим, он не должен быть дегрозским. Он ровно настолько комфортный, насколько вот типа дефиниция комфортна, что она для тебя означает, вот поэтому он и комфортный. Знаете, у меня есть мечта. Вот, пересматривая «Игру престолов» в восьмой раз, и восьмой раз об этом говоря, я подумала, я бы очень хотела прочитать историю Вестероса, да, вообще историю создания цивилизации. Я начала гуглить, есть ли книги, и оказалось, что есть. Но, к сожалению, никак, кроме как в электронном носителе, их невозможно купить. Я расстроилась очень сильно. На языке оригинала, наверное, еще. О, кстати, надо загуглить, возможно, на языке оригинала я смотрю, смогу. Да, и вот там прям вот все то, что мне надо, да, вот как там у них что-то за вас, эти династии, все. Я к тому, что инсайт я словила, да, что пересматривая что-то в очередной раз, я подумала, а почему бы, вот, ну, хотелось бы вот это еще получить. Но основную мусоль, я должна признаться, я потеряла все-таки. Я могу тебя здесь немножко подхватить. Вот ты говоришь то, что ты несколько раз там пересматриваешь это, и всегда что-то новое находишь. У меня есть история, попробую ее очень коротко рассказать. Мы с братом являемся большими фанатами фильма «Криминальное чтиво», и, естественно, тоже по много раз его пересматривали. И вот он как-то раз мне звонит, уже очень поздно было, он говорит, брат, ты знал, почему Мия Уоллос словила передоз? А он смотрел этот фильм десятки раз. Мы его цитировали, и вот это вот все на людях, как это полагается, лютым фанатам. И он такой, оказывается, она занюхала героин. А героин же нужно вкалывать, типа. Ну да, ты, кажется, уже делился этим инсайдом. Да, я уже делился этим инсайдом. И более того, я, по-моему, вот этот момент мне рассказывал, то, что мы упустили одну важную деталь, когда Лэнс рассказал ему то, что у меня закончились пакетики для вот этого наркотика, да? И типа, я тебе дам пакетики для другого. И как бы в этой сфере люди знают, в какие пакетики. Я прошу прощения, что, возможно, это какой-то нелегальный контент. А мораль такая, нечего лазить по карманам чужим. Да, и вот я к чему. Это, конечно, не очень прикольный пример. Но какая деталь, а? Какова деталь? И ты типа по-другому совсем. Для оценицелей, да, да. Наркотики зло, если что, мы осуждаем очень сильно. Кстати, а у вас вот к вопросу о повторениях, да, просмотре чего-то снова и снова. У вас бывает такое? Возможно, я одна такая чумная. Вот только что закончился фильм, и вам так было хорошо, пока он шел, что вы такие... Посмотри-ка я еще раз его. Да. У меня в детстве был такой прикол. Я не знаю, почему. Я даже не знаю, почему я выбирала те или иные фильмы. Но вот я, допустим, хочу пересмотреть Питера Пэна с Робином Уильямсом. Просто потому, что у меня был такой прикол, собственно. Я всегда болела перед Новым годом в декабре. И у меня этот фильм стоял, типа, просто вот подряд. Он был зациклен. Я его не смотрела много лет. Ну, наверное, лет 10, может быть, больше. И я, короче, сейчас хочу пересмотреть. Но у меня тоже есть такой прикол. Был, точнее. Более того, есть Кринж, Гилти, Плэжа, Комфорт. Это новый вид контента. Я, допустим, очень люблю сериал «Сваты». Вы знаете, как ты его? Да-да, классный. Не знаю, по-разному называют. Вот это, кстати, офигенный сериал. Типа, он настолько теплый и настолько хороший. Ты вот там, ты даже нервничаешь. Ну, из-за какой-то ерунды просто. Ты знаешь, что в любом случае все хорошо. Это очень тепло. И приятные воспоминания. Еще очень люблю «Глухаря», например. Ты у меня с языка сняла. Я только хотел сказать, что я в школе смотрел «Глухаря». Потрясающая игра актера. Офигенно, просто офигенно. Да, супер. Еще был сериал «Боец», кажется, назывался. В общем, да, прикольно. Сериал «Солдаты», например. Офигенно. Офигенно. Причем, типа, мне так нравится. Я в детстве смотрела его, и мне казалось, что это очень прикольно. И все равно мне кажется, что, знаете, комфортный контент – это что-то, к чему ты имеешь изначально эмоциональную привязку. И это такая штука, которой, мне кажется, что не нужно студиться. Типа, если тебе очень нравится, тебе комфортно смотреть десятичасовые видео с попугаем, как он там бегает или что-то такое делает, это классно. Я вот очень люблю смотреть животными. Как парень на какой-то флейте пытается сыграть тем, как Гарри Поттера. Да, 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 да. Это восхитительно просто. Ты не очень быстр и силен. У тебя бледная ледяная кожа. Твои глаза отвыкли от света. Иногда ты говоришь себе под нос, будто общаешься сам с собой. Ты нормально не пьешь и не ешь. Ты избегаешь солнца. Я знаю, кто ты. Скажи. Скажи. Громко. Самозанятый удаленщик. Ты боишься? Нет. Куда мы идем? За город. За границу доставки еды. Мы удаленщики. Всю жизнь избегаем солнца. Люди бы поняли, что мы другие. Я хотел сделать так, чтобы ты тоже работала из дома. Но я никогда не встречал такого активного и жизнерадостного человека, как ты. Я верю тебе. Не надо. Я рядом. И я верю. Я думал, что отличаюсь от себе подобных. Думал, что обуздал жажду к активной жизни. Но ты пробудила ее снова. Ты и твои рассказы про походы – наслаждение для меня. Ты мой личный сорт туризма. Ты же не слушал меня сначала. Да, но лишь потому, что страстно сам желал в них поучаствовать. Я не знаю, смогу ли я сдержаться. Я знаю, что не сможешь. Если вам тоже надоело иметь бледную кожу и ваши глаза отвыкли от света, то попробуйте активный туризм. Хотите выйти в лес на пару дней, переночевать в палатке и полюбоваться горами, сплавиться по реке на каяке или увидеть лед с зимнего озера – добро пожаловать в клуб приключений. Клуб приключений – ваш проводник в мир активного туризма. Клуб поможет найти ответы на вопросы, куда поехать в отпуск и как провести выходные увлекательно и активно. Перед тем, как отправиться в долгое приключение, попробуйте поход выходного дня. Это отличная возможность понять, насколько вы готовы долго ходить, носить рюкзаки и спать в палатке. Активный туризм клуба включает в себя походы, сплавы и восхождение как по России, так и за ее пределами. Ребята уже 20 лет на рынке активных путешествий и работают только с проверенными инструкторами. Клуб показывает людям, что такое походный туризм – с рюкзаками или без, с палатками или с проживанием на туристических базах и радиальными выходами. Ежегодно инструкторы клуба проводят более 2500 походов, а на сайте уже размещено более 25000 положительных отзывов. Ведь клуб приключений – это главный эксперт в активном туризме. Клуб приключений предлагает промокод «Подкаст2023», который дает скидку в 1000 рублей на походы, стартующие до конца 2024 года, стоимостью от 4000 рублей. Промокод будет действовать до 29 февраля 2024 года. Он не суммируется с другими скидками клуба и может быть применен только на новые, неоплаченные заявки. Не упустите свой шанс на увлекательные приключения. Воспользуйтесь промокодом на скидку в описании и отправляйтесь в незабываемое путешествие вместе с клубом приключений. Живи, мечтай, путешествуй! А что мы все про кино да про кино? У нас же есть еще куча разных видов контентов. Я, конечно, не буду сейчас уходить в книги, журналы, вот это все. Я сейчас, кстати, слушаю, подсел на аудиокниги, вообще, как так получилось, я не знаю. Но слушаю сейчас книгу Майкла Белзари, это «Фли», так же известно, как «Фли», бас-гитарист «Разхочель Пепперс». Он там рассказывает то, что, ну, там, 80-е, естественно, ни у кого не было MP3-плеера, да и MP3 в целом ни у кого еще не существовало. Ну, так себе замечание, согласен. Ну, короче, он покупал новую пластинку, надевал наушники, ложился на грязный ковер у себя дома. Который создавал настроение всей комнаты. Да, и он получал невероятное удовольствие от прослушивания музыки в наушниках, лежа на ковре. То есть это, ну, тоже определенный вид потребления контента, который, к сожалению, со временем он как бы испаряется. Потому что я, работая в музыкальном магазине, допустим, очень часто встречал, не побоюсь этого слова, фриков, которые приходили и говорили, что мне нужны наушники с такими вот проводами и динамиками, которые сделаны из золота и выплавлены из специального туда-сюда, там, мрамор, чтобы был. И вот, и чтобы коннектор был. Да, да, там много всяких штук было. Прямо представляю брифы наших клиентов. И то есть человек получал невероятное удовольствие просто от покупки дорогущих наушников или там студийных мониторов, чтобы послушать в флаг-формате, там, в супер-хай-рес аудио трек, который, ну, как бы, просто можно послушать в наушниках и в целом тоже получить кайф. Но вот он слышит, он пришел, говорит мне, я хочу, чтобы я слышал, чтобы вот справа был, значит, басист, а вот чуть-чуть слева в углу, вот там я слышал хай-хэт. И я вот в этих наушниках этого не слышу. То есть он настолько сильно погрузился в это, я поэтому и назвал их фриками. Потому что это очень странно, типа, такое невозможно услышать, в принципе, в природе. У нас пока еще не изобрели массово популярного бинаулярного аудио. Но, пожалуйста, ради бога, ну, то есть аудиоконтент, да, то есть что там у нас еще есть? Искусство. Но это все почему-то теряется. И вот вы не замечаете, что мы говорим только о фильмах. Потому что это, по-моему, самый такой выразительный и совокупный вид искусства. Он самый доступный, мне кажется. Он самый доступный, да, в том числе. Вот есть, допустим, картины, которые написаны так, что на картине все как бы суперпонятно и обычно, но там определенная техника, и именно этим она классная. Кино в этом смысле – это просто, ну, бюджетная форма искусства, до которого тебе проще дотянуться. Я вот на выходных смотрела, начала смотреть фильмы Бергмана. И я просто в какой-то момент, вы смотрели, не знаете, я смотрела фильм «Персона». Ингбанг Бергман, да, классный. И я в какой-то момент настолько отвисла. Ну, то есть я поняла, что как это классно, когда ты просто понимаешь, о чем речь, но тебе еще и прикольно в моменте, вот когда ты смотришь, ты видишь какие-то там особенности. Даже если ты их не видишь, ты все равно выкупаешь, что там происходит. И как будто бы, мне кажется, что видосы и фильмы почему-то, сериалы, например, потому что задействуется максимальное количество органов, чувств. И минимальное количество мозгов. Ну, да, например. Я вот сейчас подумала о том, что комфортный контент, ну, для меня, по крайней мере, комфортный контент – это когда не надо думать. Вот, допустим, какая основная у меня потребность есть после работы? Сделать так, чтобы голова максимально разгрузилась. Типа, мне понятен концепт, что чем больше новых впечатлений получает мозг, тем больше он как-то развивается. Но я вот часто думаю о том, что в детстве это казалось смешным и неправильным, а сейчас это кажется необходимым жизненно. Сделать так, чтобы мозг попал в какую-то вообще пространство, в какой-то вакуум, и вот он там настоялся в тишине и в пустоте, и вышел такой, окей, я готов работать. Но это и есть комфорт. Да, и я такая, вот я понимаю, что я прихожу домой, я могла бы посмотреть новый фильм Бергмана, например, но мне же там придется думать. А я не хочу думать, я хочу, чтобы мозг отключился. Я вот иногда засаживаюсь играть в Sims не ради того, чтобы получить удовольствие от игрового процесса, а для того, чтобы мозг просто тупо оттупел. О, знаете, что помогает в этом смысле? Давайте сейчас не про контент, а про занятия попробуем. Я очень люблю, у меня отключается мозг, когда я глажу. Я безумно люблю гладить все, что можно, но больше всего люблю гладить постельное белье. Многие люди недоумевают нахер это делать, и мне очень часто говорили, что, типа, ты гладишь постельное белье, ты странная. Зачем ты его гладишь? Оно сейчас помнется. А мне так это нравится. То есть я включаю какой-то фильм или сериал, неважно какой. Видишь, что ты все-таки на фон включаешь. Смотри, и причем, ну, конечно, включаю, я же не настолько даже в тишине глобить, это просто жесть. Я включаю, и я понимаю, что все, что я делаю, я делаю руками, и у меня, как бы, знаете, мозг не до конца работает. То есть он наполовину в фильме, но фильм настолько простой, что я улавливаю его даже не наблюдая перманентно, и одновременно я что-то делаю руками, и он как бы балансирует на таком, типа, знаете, бытовом уровне. То есть я что-то делаю, я не задумываюсь над этим. И это так прекрасно, когда ты видишь, ну, вот это мое личное ощущение, когда я, типа, знаете, вот простень какая-то большая, я раскладываю на гладильной доске, и я вижу, что она мятая, да, изначально, а потом я просто провожу рукой утюгом, и вижу, как она идеально разглаживается. И это, как есть такие видосы, может быть, вы видели, видосы для перфекционистов, где все идеально. То есть, типа, чел двигает там стол, и он ровно стык в стык попадает. И я в этом смысле так отдыхаю, это так прикольно. А еще нюхаешь вот этот аромат приятный. Да, да, постельного белья. И особенно классно, когда оно на морозе высохло. Это прямо офигенно. Это и пахнет классно, и выглядит замечательно. Я, безусловно, получаю удовлетворение, когда вижу чистую комнату, помытую посуду или поглаженное белье. Но в последнее время у меня совершенно нет моральных сил и физических, чтобы делать что-то вот такое монотонное руками. То есть, меня ни одна задача бытовая не расслабляет. Вот несмотря на то, что ты говорила в других выпусках, что ты фанатеешь по быту... Нет, нет, я фанатею по быту не в том плане, что его надо вести, а в том плане, что для меня быт это абсолютно классно, нормально, прикольно. То есть, меня не смущает тот факт, что нужно мыть посуду. У меня просто нет сил это делать. Меня смущает. Я просто жду, пока раковина наполнится до тех пор, что Никита мне скажет, Даш, мне нечем готовить, и я тогда начинаю мыть. Вот. И еще у меня тоже есть бзик от обратного. Я вот на выходных, наконец, разгребла раковину и помыла посуду. И теперь мне не нравится, что есть что-то грязное. Я мою сразу, сразу, сразу. Даже если одна вилочка. Кстати, насчет мытья посуды, что клево тебя отвлекает. Это как раз таки контент. Я это в себе откопал, что если я включаю какой-то трек, ну, условно, я сейчас работаю на какой-то композиции и включаю очень много референсов. Или же до банального какое-то видео смотрю. И я думаю об этом треке или об этом видео, и я не думаю о том, что я сейчас мою посуду. И это очень сильно мне помогает. Да, это прямо офигенно. Причем, знаете, что я заметила? Я вообще ненавижу мыть посуду. Меня просто, меня прямо передергивает. Я не знаю, почему. Это как бы прикольно, но мне не нравится. Но мне всегда нравилось, когда мама мыла посуду или готовила, а мы с ней разговаривали. То есть она вот это вот на кухне что-то моет, делает. У нас большая кухня-столовая дома. Я сижу сзади нее, и мы вот недавно, я была на выходных дома, мы послушали много разных альбомов. Я маме, когда приезжаю, не на один день, например, мы с мамой проводим время таким образом. Я готовлю, ну, как-то неосознанно, ей какой-то контент, который мы обсуждаем. То есть мы слушали там разные альбомы исполнителей, которые, наверное, не в части сейчас. Но, типа, так или иначе, мы с мамой обсуждали какие-то проблемы. Типа, почему это классно? Я ей объясняла, что, блин, а вот в этой песне, мам, типа, тут звуки справа и слева, а это так, как будто бы на нас летят, а не мы. И, типа, это так прикольно. И мама такая, о, как классно, что ты мне это сказала, это так здорово, дай мне послушать в наушниках. Она, типа, слушает, мы обсуждаем с ней какие-то сериалы последние. И это прикольно. И еще один такой маленький лайфхак, который я с детства вынесла, что если тебе нужно маме сказать, что ты где-то накосячил, нужно подойти к ней в тот момент, когда она моет посуду. Потому что что? Потому что концентрация внимания как-то, то есть она слышит, что я говорю, но для нее это своего рода антистресс. И это, знаешь, как подходить сразу, говорить что-то плохое, когда человек сжимает плюшевую игрушку. И это сразу нивелирует какую-то часть, типа, она такая, угу, я поняла. Моет дальше, я потом схожу, ну, что там, мам, как? Она такая, да, нормально. Не знаю, моей маме не мешало мне давать поднутыльника мокрой рукой. Мыль не мокрой рукой. Хорошо, что не мокрым полотенцем, это больные. А есть у вас такое, что потреблять комфортный контент нужно в определенной обстановке? Вот я поясню, что я имею в виду. Я вот, например, прихожу домой и думаю, я сейчас хочу расслабиться, максимально вот чтобы комфорт был, чтобы вот что-то ламповое посмотреть, и все такое. Но если на диване как-то неровно лежит плед, или стоит на столике журнальном какая-то грязная посуда... Или свет слишком яркий. Или свет слишком яркий, или штора задернута не так, как я предпочитаю. Да, да. Ну, пипец. Да, согласен. Никакого комфорта не ждет. Особенно шторы. И мне приходится сначала навести морфет вот этот, а потом я такая, типа, надеваю свои штанишки, там, уютную мальчку. Опять же, одежда, да, очень важный атрибут. Нельзя просто в майке сидеть. Нужно что-то, чтобы комфортно. И, да, температура в комнате. Садишься такая голая, типа, я готова. Вот это вообще максимально для меня некомфортно. Я не понимаю людей, которые вот, типа, спят голиком, типа, как Никита. Типа, мне некомфортно. У нас в списке, ты сегодня присылала темы, был пункт насчет потребления контента, когда ты болеешь. Да? Не ощущали какой-то, наоборот, ну, увеличенный кайф от просмотра контента, когда ты болеешь? Конечно. Что это такое вообще? А потому что, когда ты болеешь, тебе как будто бы все можно. Ты такой, да, да, я смотрю, беременно 16, да. Опять же, из детства, типа, эта штука. Я когда болею, я смотрю мультики. Или когда, знаете, у меня состояние такое бывает, может, у вас тоже, когда мне просто грустно, без объяснимой причины. Вообще, я просто, вот, мне, типа, хочется себя пожалеть на этот вечер. И просто, ну, типа, мой внутренний ребенок такой, да ты устал, мы уже устали сильно, может, ты прекратишь? И я просто прихожу и смотрю утиные истории, например, и подпеваю опенингу, потому что это прикольно. И причем, типа, мне очень важно, чтобы рядом со мной была моя игрушка, это пес Джерри, восхитительно выглядит, несмотря на то, что он уже преклонных лет. Я, типа, была в пижаме, у меня все вокруг соответствующим образом, там гирлянда аккуратно горит. Типа, я смотрю какую-то такую штуку, желательно в старом переводе. Типа, это же очень важно, антураж, это тебя все равно возвращает к чему-то. И мне вот кажется, что комфортный контент это всегда от чего-то. И интересно то, что мы, как люди, как существа, всегда стремимся сделать для себя все хорошо, ну и для людей, которые нас окружают. То есть мы действительно создаем атмосферу, вот как Даша сказала, и в целом, как Диана сказала. Допустим, какой-то желтый свет. Теплый, да? Да, теплый, как вот у гирлянд новогодних. И чуть-чуть приглушенный свет в целом создает приятное... Непопулярное мнение. Не находите цветные гирлянды депрессивными? Цветные, да, абсолютно. А вот эти вот, которые оригинально желтые, типа, ну, как оригинальный Принглс. Ну, дефолтный желтый свет. Нет. Ведь у нас больше ничего желтого нет, кроме Принглс. Нет, я не сравниваю цвет Принглс. Я имею в виду, что есть Принглс с беконом, есть с сыром, есть с сметаной, но есть оригинальные. Я говорю сейчас о желтых, красных, зеленых, синих гирляндах. Вот, да. А есть вот этот оригинальный свет лампы просто. Который мне безумно нравится. Теплый, теплый, теплый цвет. И для меня, знаете, вот типа цветные такие гирлянды, они как будто бы, ну, депрессивные немножечко. И мне очень нравится, что, типа, у меня гирлянда висит давно, я ее приобрела еще в Икеа, чем, безусловно, горжусь. Лучшее приобретение мое было. И, короче, оно мне висит на карнизе, и все окно, оно вот так вот с нитями висит гирлянда. Круглый год. Вот, теплого, желтого цвета. Вот, и я про то. Такого рождественского, приятного. Да, и я про это, что мне не нравятся цветные лампочки, типа, там, красный, желтый, зеленый, голубой. Да, да, вот, вот. Вот, я тебе про это говорю. А вот цвет лампы, он... То есть танцпол и дискотеки вообще не ваша. Классический. Почему Принглс без вкуса называется оригинал? Потому что это оригинальный цвет, да? Вот он такой. А, знаете, это вот как есть елка, цвета елки, да, зеленая. А есть, блин, елка цвета серебра или кислотно-синяя. Но это же издевательство. Или с напылением вот этим. Я бы сказал, извращение. Да, ничто не может быть лучше оригинального цвета. Да, он всегда теплый. И у него, знаете, он как-то подороже, что ли, выглядит. Естественно. Не знаю, это какое-то внутреннее ощущение. Минимализм, простота. Да, и вот оно так тепло, светит, и все, и хорошо. И у тебя нет эпилепсии от того, что там вот это синий, потом зеленый. Что-то там оборвалось, и оно стало просто красно-синий. И, короче, это так странно, и мне вот нравится просто теплый цвет, хороший, приятный, теплый цвет. То есть вы предпочли бы не концерт «Рамштайн», у которых, кстати говоря, тоже очень много желтого. Во всех смыслах. Я бы почти всему предпочла концерт «Рамштайн». А театр какой-нибудь, да, где есть какой-то? Нет, 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 нет. А-па-па, вот все. Это разные вещи, подожди, это разные вещи. Ну, типа, вообще театр, кстати, не люблю очень сильно. Ну, там же очень много желтого света, классного. Да дело не в этом. А что, скучно? Дело не в этом, потому что ты включаешь вот этот желтый теплый свет. Это как вот, знаете, есть подсветка на экране, типа режим, сберегающий глаза. Да. И он типа, вот у нас сейчас вот этот вот эллимиссентный белый. Подожди, подожди, есть другая аналогия. Аналогия, которая, наверное, вам понятнее будет. Вот есть елки новогодние, да, наряженные. Вот совка примерно, где вот эти вот дождики сопливые и прочее, да, это тоже есть свой шарм, этого не будем прямо сильно поносить, но тем не менее. А есть рождественские, как вот на американской картиночке, типа вот оно все, оно все максимум в трех цветах каких-то. Какой попкорн с клюквой? А я объясню. Я объясню. Вот у меня в Sims есть три вариативности всего лишь из трех. Состоит, можно нарядить елку, значит, повесить гирлянду белый попкорн с красной клюквой. А я считаю, это гениальное просто сочетание цветов, да. Ну, попкорн, он же не прям белый, он же такой, ну, такая желтоватая, маслица. Вот. Есть какой-то синий, что-то там с серебром, что полный колхоз, я считаю. Вот. И есть, типа, сусальное золото, там, красно-зеленое желтое. Так вот, попкорн с клюквой, белый с красным. Ну, шикарно же на елочке смотрится. Это же отсылает еще к тому, что есть некий DIY, да, в этом процессе, что люди, вот, они взяли на ниточку, нанизали попкорн, распределили между этим клюковку. Альтериальный попкорн? Вот из того, что было. Да. Да, из того, что было, собрали эту гирлянду и повесили, в этом что-то есть, но не всегда. Мне не нравится, я вообще не люблю, когда... Где вот снежинки, вырезанные из бумаги, нет. Это вообще я просто каким-то чудом, я не знаю, я в детстве это вырезала, но эти узоры, я поверить не могу, что это делали дети, особенно, когда ты идешь мимо детского сада, и там такие узоры просто какие-то... А потом старшеклассники скотч оттирают от окон. Да. А помните вот эти, наверное, сейчас еще есть вот эти вот гирлянды, когда оно как бы сделано как блинчик, но если потянуть за края, оттуда какая-то... Это серпантин? Нет, не серпантин, вот это вот именно гирлянда, что ты тянешь, вот она, короче, сделана как слоеный тортик, то есть там есть несколько слоев, там все вырезано, вот этот карлинг, да, карлинг, и ты так тянешь за края, и она бульк, и в какую-то такую, типа, какой-то параллельный, да, превращается. А если говорить о елках, то, конечно, это красный и зеленый рождественский, и белый. И перестать их нужно снимать уже, наконец-таки. Зеленая елка, красные, белые, золотые шары. Я вот не люблю вот это вот, знаете, когда там... Столько частей. Когда там, типа, ну в этот раз нарядим синий и серебряный, а в этот раз мы нарядим, значит, розовый и фиолетовый, а это black and white. Ну, типа, вот, знаете, бывает, заходишь в какую-то стоматологическую клинику, и у них вот эта брендовая елка, которая как мерч. Белая елка с красными шарами. Это вообще, типа, офисные вот эти вот офисные развлекашки, типа, на тему, да, но в целом нужно прекратить снимать, потому что уже и Киркоров был уже просто невыносимо смотреть. Да. Оригинальные. Оригинальные какие-то вот такие вот приятные ламповые цвета. Но, собственно, по поводу еще комфортного контента. Я вот недавно обнаружила, что для меня безумно комфортным контентом является Агата Кристи. Да, я очень люблю, кстати, детективчики почитать. Опиум над... Нет, короче, я вот читаю сейчас... Кстати, ой, осторожно, да. Ну, смотрите, есть вероятность того, что это запрещенный контент. Мы как бы... Ну, свечу не дешали. Короче, мне очень нравится читать Агату Кристи, потому что я вот сейчас читаю ее книжку «Скрюченный домишко», по-моему, он так называется. И это так прекрасно, то есть нет никаких заморочек. Ты читаешь, тебе интересно. Я разом прочитала эту книгу практически за один вечер, и мне это хорошо и приятно. Это самая Агата. И хотя мне, например, книги в целом нравятся, такие, которые я вот беру, там, простой карандаш, я подчеркиваю, я поэтому люблю покупать. То есть я подчеркиваю какие-то моменты, если мне потом хочется, я перечитываю, например, эти моменты, которые мне в каком-то возрасте приглянулись и показались классными. Более того, ты это можешь еще и запомнить, а потом используя обычной речи, что очень клево подчеркнуть. Или просто разгонять как-то какой-то тезис, но вот тут мне нравится, что я ничего не подчеркиваю, потому что я вижу какие-то классные обороты, вижу сюжет, и все в этом прекрасно. И мне не нужно какими-то мыслями загоняться сложными. Я также читал Шерлока Холмса, и, в общем, штука в том, что в один момент я почувствовал лондонский холод. Вот там так все это было описано, что это ночь, туман, и вот они гонятся за преступником, листья, и я такой, вау, это холодно. Ну, а еще книги иногда духарят, чтобы полностью погрузить тебя в атмосферу, что я не считаю корректным потреблением контента. Но книги есть свой запах, который так тебя погружает. Да, да. Это каталогия Reflame, чтобы до конца погрузиться, вот это в окнахе хлеба башни, и ты такой, как же это пахнет. Мне кажется, тогда бы книги очень сильно воняли, если бы мы попробовали передать ароматы, если это так можно назвать, Франции 18-го. Лондона, например. Ну, или Лондона, да. Это же прямо, да, все бы пахло рыбой просто. Я, знаете, еще в дополнение к созданию уюта и комфорта вспомнила, что я иногда играю в Sims для того, чтобы прожить какой-то определенный опыт. Вот, например, вот сейчас, да, в предновогодний период, хотя он еще, по мнению Дианы, не предновогодний, у меня уже настолько сильно играет внутри потребность новогодних праздников, что я начинаю искать этот контент везде. Кстати, небольшой секрет, пока тебя не было в офисе, мы слушали рождественскую музыку. Слава богу, что меня не было. Да, он такой ламповый, такой эмбит на фоне, просто легкий джазнесс, моментальный с новогодней. О, я заходил к вам, было бы вообще потрясающе. Вот, целый день. А зашел бы ты к нам, наверное, декабря 15-го, было бы еще более потрясающе. Нет, 15-го мы уже будем слушать Last Christmas, Giving My Heart. А сейчас мы просто такой легкий лаунж, чтобы настроиться на вайп. Так вот, я к чему? К тому, что я, бывает, захожу в Sims и устраиваю им Новый год или Рождество или какой-то праздник. И вот все делаю как надо, то есть там и украшения делаю, и Ugly Christmas Sweaters надеваю на них специально. Вот, и они там делают всякие вот эти ритуалы, потому что я с ними проживаю этот опыт, для меня это очень важно. И снег идет. Ну, конечно, это такое клевое погружение, от чего, ну, блин, выгляни из окна, да, и посмотри, там вот эта серость, никакого снега, только дождь идет. А у тебя здесь на экране, пожалуйста, ты можешь сама воссоздать эту клевую атмосферу и, ну, побыть некоторое время, возможно, когда ты выключаешь игру, небольшое разочарование, мне кажется, происходит. Знаете, какое разочарование я испытала? Я вот Даша, по-моему, говорила недавно, что я для себя открыла. Какой контент комфортный. Короче, чуваки в разных городах мира ходят с камерой. Йокал, walkthrough, это вообще невероятно. Это потрясающе. И я недавно после работы на большом мониторе, потому что дома у меня ноут, не такой он большой, я смотрела прогулки по Рождественскому Нью-Йорку в снег. Да, это невероятно круто. И это идеальное качество, там все звуки. Я на вечеринках такое включаю. Это просто офигенно. Там еще качество видео такое, что как будто бы ты сам идешь, да? Как будто бы, да, потому что там супер 4, 10, 80К. И, короче, помимо классного атмосферного визуала, это еще и СМР. Это еще звук, да? Да, это звук потрясающий. И жинок, но и зонтик. Да, я смотрела, короче, прогулку по Токио, чел шел с зонтом, и я прям слышу капельки дождя. И чтобы сравнить, мне настолько понравился этот звук, я типа что-то задолбалась и вышла. В Краснодаре недавно был дождь. Я вышла с зонтом под дождь, и это один в один просто звук. Хороший микрофон был, да. Просто офигенно. Причем там метель, ветер, например, и ничего это не попадает, и слышишь естественный звук ветра. Кстати, ты хорошо затронула тему. Комфортный контент. Опять же, да, к вопросу про оригинальность, это контент природы. Я вот, например, не люблю слушать музыку на фоне. То есть я могу послушать музыку, если есть настроение, потанцевать под нее, подвигаться, но вот, допустим, Никита приходит домой, он сразу просит колонку включить музыку. А я не люблю слушать музыку просто так. Вот мне некомфортно, особенно если я работаю или что-то делаю. И я могу на фоне поставить сериал, да, то есть слушать, как люди разговаривают, но не музыку. Но звуки природы для меня, ну, в этом случае решение. Я очень люблю звуки дождя, не люблю звуки моря. Объясню почему. Потому что монотонность прилива и отлива заставляет меня беситься. А дождь, он такой... Ни такого разнообразия нет. Да, дождь, он вроде бы тоже монотонный и неразнообразный, но у него настолько вот рассеянная... Он как будто движется вперед всегда. Да, рассеянный ритм капель, что он создает вот это вот какое-то облачение. Я часто слушаю звуки дождя перед сном, особенно у меня просто какой-то восторг вызывает гроза. Ну, ты и в снах очень часто как бы... Прошу тебя вставить этот звук. Мне нравятся очень сильно звуки костра. Причем, знаете, не просто треск бревен, а звук пламени, которое вот... Ты практически слышишь, как оно развивается. Это прям так классно. Есть история, где вот недавно, сейчас я где-то видел в интернете, что девушка очень громко включила звук костра, что ей соседи вызвали пожарных. Да ты что? И она снимает все на камеру и объясняется перед пожарными, что говорит, я просто хотел расслабиться, блин, что вы... Комфортный контент. С Новым годом и Рождеством, грязные животные. Да, кстати, насчет контента. Мы вообще не поговорили про тех людей, которые создают контент. И вот поскольку у нас относительно скоро, Диана, Новый год, я бы хотел сказать про вот бубенцы, вот эти вот все ненавистные, пока что ненавистные. Обожаю бубенцы. С 1 декабря они станут самыми любимыми. Да, да. Я же очень часто делаю своей девушке разные, скажем так, компиляции, аранжировки треков для танцев. И вот недавно у нее... Боже, как удобно. Да. Была задача сделать польку новогоднюю. И нам нужно было создать атмосферу ясель, типа, а там танцуют елочные игрушки. Да, и вот там, значит, типа, ясли, ну, значит, утренник закончился, и вот, типа, уже вечер, и игрушки оживают. И нужно было воссоздать какую-то атмосферу танца. Вот эти бубенцы мы добавили, в конце потом добавили звук колокола, и вьюги. Вот это. И вот что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать, что людям, которые делают контент, порой приходится слушать, вот, Диана, скажу для себя, порой приходится слушать в ноябре, а то и в октябре, всякие новогодние штуки. И как же это им портит настроение? Я когда-то готовился к большим елкам, которые мы, по-моему, пять выступлений в день делали на протяжении трех дней. И вот нам нужно было подготовить сценарий, и мы по сто раз прогоняли этот новогодний материал. И это было отвратительно. И мне весь Новый год испортился из-за того, что я вот это все прослушал, все эти бубенцы. Ну да, хочешь возненавидеть песню, поставь ее либо на будильник, либо монтаж под нее видео. Это как будто бы нужно записать в сборник пословицы-поговоры. У меня, знаете, на будильнике стоит депешмот «Personal Jesus». И есть некоторые люди, которые просто ненавидят. Причем это настолько громко, это вот потому что самый громкий трек, который только может играть на телефоне у меня. Ненавижу резко просыпаться. У меня White Christmas стоит на будильнике. Стоп, и летом тоже? Нет, сейчас. А, сейчас, хорошо. Нет, типа, я ставлю на будильник что-то прямо очень жесткое, типа, прямо вот так, чтобы не проснуться. Да, именно так. Короче, мне кажется, что, знаете, вот комфортный контент это тот контент, который комфортен только для вас. Вконтакте. Гениальная мысль. Который безопасный. Представляете, мне за эту гениальность вот даже не так много платят, как могли бы, да, миллиарды, например. Но на самом-то деле, мне кажется, что вообще это очень прикольно, что контент наделяется помимо каких-то утилитарных функций вот каким-то эмоциональным ощущением тоже. Духовным. То есть исключительно эмоциональным. Ты не развиваешься, ты просто вот тебе просто хорошо. Просто чувствуешь жестко. Жестко чувствуешь или жестко не чувствуешь, например. И вот да, и у каждого это ощущение абсолютно разное. Да. И оно особенно уникальное, у всех по-разному. И это в этом-то и ценность заключается вот такого контента. Причем кто-то, например, смотрит видео с щенками, чтобы поплакать, кто-то, чтобы посмеяться, а кто-то, чтобы успокоиться, например. Это же потрясающе. То есть это так прикольно, что контент, который имел изначально одну задумку и функцию, он превращается в нечто уже иное. Все смыслы, которые люди закладывали реально на серьезных вещах в российские сериалы, старые, да, вот эти я сейчас говорю, да и в новые, они совершенно иначе интерпретируются. И это так здорово, мне кажется. Яркий тому показатель такой, я бы сказал, недооцененный жанр музыки слоу-мо. Просто берут какую-то знаменитую композицию, опускают ее там на четыре полутона условных, добавляют реверб, и, пожалуйста, у тебя трек, но теперь у тебя неоновые лучи, какой-нибудь прикольный киберпанк. А можно рождественскую музыку так сделать? Шикарно. Мне кажется, дишечки зайдет такое. Да, и на фоне, я еще предлагаю фонг-версию сделать. Обязательно. Очень классно будет, и на фоне чел дрифтит на чем-то. Сигма, сигма. Я хотела в завершение сказать такую мысль, что комфортный контент это очень классный, комфортный вид эскапизма. Ну, в том числе. Да, в том числе. Только что, Даша, пришла новость о том, что легендарный фильм «Сумерки» вышел ровно 15 лет назад. Вот оно что. Где шампанское, Дарья? Почему вы не готовились к этому? Чем вам некомфортный контент? Чем вам не инфоповод? Да, был бы для выпуска. И инфоповод, и некомфортный контент. Если вы хотите увидеть амбассадоров из Шерндем и Зары, смотрите, пожалуйста. Да. Да. Все бегом «Сумерки» смотреть. Никакого нет. Поздравляем вас. Потрясающе, да. Поздравляем. В мире мужчин много непонятного. За что они так любят пивасик и футбол? Почему разбрасывают носки по всей квартире? Как относятся к женской инициативе? И правда ли, что мужчины никогда не плачут? В нашей студии появился подкаст, где можно найти ответы на все эти вопросы. Зао «Мужики». Каждую неделю трое ведущих собираются, чтобы обсудить то, что их волнует, отличает от женщин и остается непонятным. Вас ждут шутки, споры, развенчания мифов и просто интересный и честный разговор. Слушайте подкаст «Зао «Мужики» на всех платформах. Это был подкаст «Стринадцати в тридцать». Неженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И студии с вами были Даша, Диана и Илья. Всем пока! Аравидарчи! Пока! Было как-то теплей Пока Жарился хряк Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова